Первый городской канал и Минздрав предупреждают Курение вредит вашему здоровью Ужасающая статистика Больше 6 тысяч аварий Произошло в Нижегородской области только за минувший год Так какие же места являются самыми опасными в городе? Возможность выздороветь тает с каждым днем Маленькому Нижегородству нужна ваша помощь Опасность рядом В Нижегородской области вырос рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией Техника на все случаи жизни Нижегородец Игорь Минин собственноручно создает Необычные машины из самого обычного металлолома Весна не за горами, а потому нижегородцы с охотой делятся своей радостью Что хорошего произошло у горожан Об этих и других событиях этого вторника я и мои коллеги расскажем в ближайшие минуты В эфире службы новостей город Меня зовут Мария Зелинская Здравствуйте Более 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано на территории Нижегородской области В 2014 году в них погибло 666 человек Начальник Нижегородского ГИБДД Павел Ржевский подвел итоги минувшего года и представил карту аварийности на дорогах города и области Наибольшая концентрация ДТП в Нижнем Нограде наблюдалась на всей протяженности проспекта Гагарина Также на Мызинском мосту и буквально на днях там опять произошла авария с пострадавшими В Нижнем Нограде наибольшее количество также произошли на участке улицы Родионово-Подновье где зафиксировано 17 аварий и 19 пострадавших На участке проспект Ильича улица Челюскинцев 14 аварий На проспекте Гагарина 13, на улице Веденяпина 12 ДТП с пострадавшими Больше всего ДТП с материальным ущербом произошло на участках проспект Ленина улица Новикова-Прибоя 844 аварии Но основное количество погибших в ДТП приходится на дороге вне населенных пунктах Наибольшее количество человек погибло в результате наездов на пешеходов и столкновений транспортных средств Так, в Новашинском районе в результате страшного столкновения фуры, груженной досками с автобусом, погибли 6 человек, двое из которых дети Ранение получили более 10 пассажиров в пазик Напомню, авария произошла 5 ноября минувшего года, но следствие по данному делу идет до сих пор Наиболее аварийно-опасными днями недели стали суббота, воскресенье и пятница В эти дни любители выпить и отметить выходные становятся главными участниками ДТП Рост количества аварий по сравнению с 2013 годом зарегистрирован в 24 районах области При этом растет и число погибших Это объясняется увеличением скоростного режима Был повышен порог привлечения к административной ответственности Мы убрали этот порог с 70 и подняли его до 80 Это автоматическая фото-видео фиксация Но многие почему-то решили, что тем самым был повышен порог скорости в населенных пунктах Нет, он как остался, так и есть 60 км в час Но, к сожалению, многие водители восприняли это совсем по-другому В 2015 году планируется увеличить контроль над нарушителями И применять к ним более серьезные меры наказания Это применение более жестких мер административного воздействия к нарушителям В том числе и сотрудникам органов внутренних дел На наших дорогах должны быть все равны Ну а теперь к другим темам Нижегородские собаководы снова жалуются на докхантеров Недавно по всей стране прошла акция охотников на собак Во время которой четвероногих травили Но на этом, как выяснилось, докхантеры не остановились Мы очень переживаем, вот жители нашего района здесь переживаем То, что мы гуляем с собаками Допустим, собаки это одно Можно там как-то пережить это все Но рядом детская площадка И дети гуляют здесь везде И не только на детской площадке Они катаются с горки И катаются и ходят здесь И все трогают руками То есть, сами понимаете, это все очень опасно Новые пятна обнаружили жители улицы Ковалехинска И обратились в нашу редакцию И отрава разлита в местах и в углу собак Но докхантеров не остановило даже то, что буквально в пару метрах находится детская площадка С кем борются охотники собак, остается загадкой Как отметила местная жительница, такие акции в их районе не редкость Здесь разбрасывали мясные продукты Вот на этой вот стороне было очень много духовых птиц Если вы стали жертвой докхантеров Срочно пишите заявление в полицию Ведь только так преступник может быть найден И наказан по всей строгости Если у домашнего животного есть хозяин То данное деяние следует курсировать По совокупности статьи 245 Жестокое обращение с животными И статьи 167 Уголовного кодекса Умышленного уничтожения чужого имущества И тогда по совокупности преступлений И наказание за данное деяние будет намного суровее Обзор криминальных событий далее в рубрике «Место происшествия» Первомайские сотрудники уголовного розыска Задержали подозреваемого в ограблении магазина 14 января работники торговой точки рассказали полицейским Что в помещение зашел неизвестный Находившийся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения В момент отсутствия продавцов у кассы Он открыл денежный отсек аппарата и похитил деньги В размере 5500 рублей Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения По ней сотрудники уголовного розыска и установили личность злоумышленника Это 20-летний местный житель, который ранее судим За совершение имущественных преступлений В настоящее время сотрудники уголовного розыска Проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений А в Детлуге стражам порядка еще предстоит установить личности троих грабителей Ночью неизвестные мужчины ограбили ювелирный магазин Им удалось проникнуть в здание через окно, которое грабители вскрыли гвоздодером Все происходящее было совершено в полуметре от камеры наблюдения Если вы обладаете какой-либо информацией о данном происшествии Сообщите об этом по каналу связи 02 И еще один инцидент зафиксировала камера наблюдения В сети YouTube появилось видео, снятое в Нижегородской области Молодой человек подошел к двери магазина в поселке Арье Уренского района Мужчина так хотел попасть внутрь, что попытался выломать двери Долго пинал их ногами А когда одна из творог все же поддалась Нарушитель спокойствия получил неожиданный отпор Подбежавший сзади мужчина остановил его ударом лопатой по голове Сотрудник завода НИТЭЛ Владимир Гребнев пропал в Нижнем Новгороде Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» 21 января он был в районе кладбища Визовка около 8 утра Затем мужчина отправился на работу, откуда уехал на автомобиле «Волга» серебристого цвета Приметы пропавшего Рост 190 сантиметров на вид 45-50 лет Среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые Всем, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего Просьба сообщить об этом по каналу связи 02 27 января в Нижнем Новгороде наградили ветеранов-блокадников Ленинграда В этот день 71 год назад произошло одно из самых важных исторических событий Великой Отечественной войны Причастными к которому были нижегородцы Вспомнить, как это было 27 января 1944 года ценой пота и крови была снята блокада Ленинграда Немецкие главнокомандующие позже писали в своих журналах Что русские бились за каждый метр Умирали, но город не отдали С каждым годом героев, которые выковали победу в Великой Отечественной войне И участвовали в блокаде, остается все меньше Есть и те, кто сейчас живут в Нижегородской области 27 января каждый из них был удостоен памятного знака В честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Они были в 1942 году в Горьковской области Мама умерла В 1947 году отец, вернувшись с фронта, разыскал детей И семья вернулась в Ленинград И почти 50 лет Мина Васильевна живет и работает в городе Заволжье На награждение, помимо нижегородцев, приехали ветераны из Заволжья Городца, Держинска, Арзамаса и других городов Они возложили цветы к Вечному огню А затем стали участниками торжественного представления Который организовали воспитанники кадетской школы Как отмечают сами ветераны Главное, чтобы следующее поколение не знали войны и фашизма Не прошла стороной и ситуация на Украине В Владапешт сколько погибло наших солдат Командировал бойцов Освобождая Польшу Сотни тысяч погибло там наших советских людей Разные национальности И украинцев в том числе И русских И чувашей И монголов И русских И евреев Боже мой Все были у наших вооруженных сил Как так смотрят спокойно на те творимые по сути новыми фашистами Жуткими вещами, которыми нет оправдания В Нижнем Новгороде маленькому ребенку требуется срочная помощь У трехлетнего Серафима детский церебральный паралич Он не умеет сидеть и ползать, почти ничего не видит и не может удерживать в руках предметы Сейчас ему необходимо лечение И поэтому возможность поправиться тает с каждым днем Первый городской канал продолжает рубрику «Подари мне надежду» Маленькому Серафиму Саплину сейчас интересно буквально все, к чему он прикасается В таком возрасте дети познают мир очень активно Любая игрушка для них – настоящее развлечение Но Серафим пока не может в полной мере ощутить то, что чувствуют другие малыши Он плохо видит и не может удерживать в руках предметы У ребенка диагноз – ДЦП тетропорез Синдром Дэнди Уокера – частичная атрофия зрительных нервов и фокальная эпилепсия Сейчас мальчику необходимо срочное лечение в Нижнем Новгороде Но средств катастрофически не хватает В многодетной семье Саплиных работает только папа А мама следит и ухаживает за тремя детьми дома Для прохождения процедур в одной из клиник Нижнего Новгорода Необходимо 114,5 тысяч рублей Лечение нам необходимо, чтобы в дальнейшем у ребенка, как нам сказали, не атрофировался полностью мозг МРТ у нас головного мозга очень нехорошая И лекарства даже нам не разрешают врачи сейчас лечиться лекарствами То есть уколами, таблеточками Сейчас нам нужно лечиться только гимнастикой, массажами, остеопатом Опасность в том, что ребенок вообще То есть суставы будут очень плохо двигаться Будет у нас тонус постоянно мышечный Он у нас и так есть Будет боли и сильным То, что ребенок вообще перестанет полностью развиваться Уже при рождении малыш не мог самостоятельно дышать Его отправили в реанимацию Организм выдержал, но все это и привело к отставанию в развитии А в 8 месяцев уже был поставлен тяжелый диагноз – ДЦП Сейчас Серафим ведет себя очень подвижно И всеми силами пытается научиться сидеть и ползать Но без посторонней помощи пока не получается Поднимают настроение любимые игрушки и родные братья Которые всей душой желают Серафиму скорейшего выздоровления Я хочу, чтобы мой брат ходил, как все здоровые дети И чтобы ничего не было, не болело Благодаря постоянным усилиям мамы улучшения в состоянии ребенка есть Серафим потихоньку учится разговаривать и двигаться Но без помощи специалистов эти старания успехов не возымеют Стоим мы вот Вот так вот стоим На носочках То есть Средства на помощь маленького Серафима Саплина Необходимо собрать за несколько недель Все, кто готов помочь мальчику Может переслать деньги на реквизиты Которые вы сейчас видите на своих экранах Алексей Распопин, Алексей Соколов Служба новостей «Город» Далее новости от наших партнеров А затем выпуск новостей продолжится Не переключайтесь Опасность рядом В Нижегородской области вырос рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией Техника на все случаи жизни Нижегородец Игорь Минин собственноручно создает необычные машины Из самого обычного металлоома Весна не за горами А потому нижегородцы с охотой делятся своей радостью Что хорошего произошло у горожан 27 января нижегородцы слетелись на ярмарку меда От потомственных пчеловодов Перидерий Выбор огромен Более 15 видов меда, которые пчеловоды собирают по всей стране От Воронежа до Республики Башкортостан Я беру тониковый мед Он мне нравится больше Подходит мне и для вен, и для сердца Мы любим медов Потому что вот вам все это съели Вот опять еще пришли Мед – природные лекарства от всех болезней Например, горный лечит желудок Каштановый заживляет раны А луговой даже подавляет рост злокачественных опухолей По словам пчеловодов Употреблять мед лучше утром натощак Оптимальная суточная доза для взрослого 140 граммов или 3 столовые ложки Помимо меда на ярмарке представлены и другие продукты пчеловодства Пыльца, маточное, молочко, прополис Семья Передерий занимается медом довольно долго Уже более века Люди уже, многие знают нашу фамилию И с удовольствием берут наш мед уже тоже поколением Ярмарка меда от пчеловодов Передерий Открыта в ДК «ГАЗ» и в ДК имени Свердлова до 31 января Внимание! При покупке 4 килограммов меда 1 килограмм цветочного меда вы получаете в подарок В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией Новости короткой строкой представит Анастасия Шибашова Здравствуйте! Обновленная автостанция «Синая» откроется в Нижнем Новгороде 1 февраля в 5.30 утра Уже подключены все коммуникации автовокзала Автостанция «Синая» будет обслуживать горожан, уезжающих в сторону Казанского направления Сейчас на месте устанавливаются камеры видеонаблюдения Их будет пять Также идет переоборудование зала, ожидание медпункта, зона работы и отдыха персонала Планируется, что автостанция будет отвечать всем требованиям безопасности А по комфорту и удобству пассажиров не будет уступать автовокзалу «Нижегородский» Более 7 тысяч несанкционированных свалок было выявлено на территории Приволжского федерального округа в 2014 году Их общая площадь составила 3000 гектаров Об этом сообщил начальник Департамента Росприроднадзора по ПФО Анатолий Шаталов На территории Нижегородской области в 2014 году было выявлено 819 несанкционированных свалок Общей площадью 27 гектаров Из них 708 свалок удалось ликвидировать Основная причина образования подобных свалок – отсутствие в регионах муниципального экологического контроля И остаточный принцип финансирования мероприятий по строительству полигонов ТБО В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекции Этот показатель вырос на 30% по сравнению с прошлым годом Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора На сегодняшний день показатель заболеваемости составляет более 80 человек на 100 тысяч населения Основные пути передачи инфекции – наркотический и половой Наибольшее количество заболевших – лица с 21 до 40 лет Дачная амнистия будет продлена на 3 года Такой законопроект внес на рассмотрение в Госдуму депутат Нижегородской области Вадим Булавинов Закон о подобной дачной амнистии вступил в силу с 2006 года За это время зарегистрировали 2,5 миллиона объектов и жесе Более 2 миллионов домовладений и около 6 миллионов земельных участков Учитывая такую активность населения, авторы законопроекта просят продлить его до 1 марта 2018 года Сейчас законопроект готовится к первому чтению Озеро Светлояр стало объектом культурного наследия муниципального значения Объектом культурного наследия признали не только озеро Светлояр, но и все село Владимирское, расположенное в Воскресенском районе Нижегородской области Это было сделано с целью сохранить самобытный архитектурный облик села и окружающий его уникальный ландшафт И это были все новости короткой строкой за вторник, 27 января Очистить дорогу от снега самостоятельно на тракторе, сделанном своими руками Такое возможно Из ненужного металлолома нижегородец Игорь Минин делает технику на все случаи жизни Словные машины реставрируют, а из запчастей собирают новые авто Екатерина Вологина побывала на Мининском автозаводе Небольшой, но поворотливый трактор уже давно заменил Игорь Минину лопату За рулем спецтехники нижегородец чистит свой двор, а заодно помогает коммунальщикам Даже соседи говорят спасибо Снег чистит, то есть такой как бы лед мало берет А если снега большие, вот последние дни снегопады были То есть он что-нибудь заручил А то всю улицу практически можно на нем прочистить Расход бензина очень маленький Он как бы медленно двигается То есть где-то на час уходит литр, там полтора бензина А это очень экономная техника Снегоуборочная машина самодельная, из автохлама Колеса от старого москвича, что теперь не на ходу Двигатель от мотоколяски Остальные детали от жигулей Этому металлолому давно пора было отправиться на переработку Но вопреки всем ожиданиям он все еще приносит пользу Ярко-желтая машина Кинишма вообще раритет После закрытия завода таких осталось не больше двух тысяч по стране В отличие от этого старичка Производство модных квадроциклов сейчас налажено хорошо Правда, дорогой заморской технике Игорь Минин и его помощники предпочитают разработки родного автопрома Зимний вездеход из запчастей от грузовика или советской автохлассики Собирают как детский конструктор По бездорожью очень хорошо испытывали Прям в поле по пашне заходили То есть гребет Но дополнительные цепи поставили Единственное, что минус, это передок Передок не гребет Задний гребет хорошо Но по бездорожью нормально Я проверял, едет хорошо И даже для пока маленьких, но уже будущих водителей Из забытой техники реконструируют первые автомобили Легкий проходимый мини-бак Игорь Минин сделал для своего десятилетнего сына Свой дом, вокруг которого образовалась целая выставка от реставрированной техники Владелец уже давно назвал Мининским автозаводом Здесь выпускают по пять автомобилей в год И самое главное правило завода – делать машины только из отечественных запчастей И даже на главной проходной Мининского автозавода красуется еще один раритет С надписью «Хоть автопрома больше нет, но он в веках оставил след» Вот уже 10 лет сборка машин идет в небольшом гараже Он буквально завален всевозможными железками Большую часть этой коллекции Игорь Минин собрал пользуясь в служебном положении Работает механик-любитель на эвакуаторе И чуть ли не каждый день получает заявки отвезти ненужные машины на свалку Недостающие детали приходится покупать на авторынках Есть у Игоря мечта сделать так, чтобы его Мининский автозавод набрал обороты И начал серийно выпускать автомобили Ну и автомобильчик мы придумаем тоже превосходящий в разы И как бы сегодняшние модели современные имею в виду То есть мы не отстанем, а скорее всего даже перегоним Какой будет новинка возрожденного автопрома, Игорь Минин пока не говорит Но в одном уверен точно, что наши мастера вполне могут собирать машины не хуже иномарок Екатерина Вологина, Алексей Соколов, служба новостей и город Ну а теперь новости интернета Все самое интересное в обзоре социальных сетей В Нижегородском гарнизонном военном госпитале Кто-то скучает, ну а кто-то не тратит время зря Физические нагрузки являются очень полезными И помогают восстановиться после болезней Жим кровати, так назвал это упражнение автор фото В Нижнем Новгороде состоялся концерт группы «Голубые береты» Патриотические песни о войне никого не оставили равнодушными Концерт прошел на одном дыхании И поклонники пели вместе с группой В Нижнем Новгороде проходит уникальная акция «Натуральная челка» за 390 рублей Кому челку смеется автор фото Студентка НГТУ имени Алексеева Татьяна Александрова Стала победительницей конкурса «Татьянин день-2015» Который прошел в Нижегородском тюте в понедельник 26 января Зал был полон студентов Которые пришли поддержать участниц в борьбе за титул «Лучшие Татьяны» Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир Но для этого выкладывая их в сеть Не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН» И далее наш традиционный опрос Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города Что хорошего произошло в их жизни И вот какие ответы мы услышали Мы сфоткались с хорошим человеком-эльфом Пообедали в Макдоналдсе И у нас очень хорошее настроение Вы знаете, на сегодняшний день у меня командировка Ну, работаю хорошо, много сейчас, слава богу, уже это радует Любимой работе Ездила в Карелию с мужем отдыхать Мне очень понравилось Там были скалы с надписями старинными Белое море Мы в субботу выступали с нашим театральным коллективом В общем, всем очень понравилось Мы пенсионеры с мужем Но мы ходим на танцы тем, кому за 50 Вот и отдыхаем так Ну, пока особое событие Стою на посту номер один У священного огня У нас сегодня был очень хороший день Мы прогуляли школу, пошли на мастер-класс Нас учили театральному искусству Ну, а сейчас о погоде на завтра Прогноз на среду приготовила Юлия Карабасова Она выходит на прямую связь со студией И я передаю ей слово Юлия, здравствуй Добрый вечер, Маша 28 января по народному календарю Павлов день Говорили, что Павел день прибавил В этот день предсказывали погоду на ближайшее время Звезды мерцают к стуже А тусклый свет звезд к оттепели По прогнозам синоптиков Завтра в Нижнем Новгороде Ожидается облачная погода Температура воздуха днем минус 3 градуса В ночные часы минус 4 И на этом у меня все Если вы стали свидетелем уникального события Обязательно звоните к нам в редакцию По телефону 217-0171 Я также напоминаю, что все новости выпуск Вы сможете еще раз увидеть На нашем сайте, адрес которого сейчас на ваших экранах Я же Мария Зелинская прощаюсь с вами Всего вам доброго и до встречи на Первом городском Двадцать восьмого января в Нижнем Новгороде Днем минус 3 градуса Облачная погода Небольшой снег Ночью минус 4 Двадцать девятого января Днем в Нижнем Новгороде Минус один градус Облачная погода Без осадков Ночью минус 4 Тридцатого января В Нижнем Новгороде Днем минус 4 градуса Облачная погода С прояснениями Без осадков Ночью минус 7 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова